привет меня зовут марина ингрид это видео продолжение другого видео на который я дам ссылку в описании к этому видео итак мы сейчас пойдем смотреть на ремонт что произошло с домом который купили где-то полтора года назад там был грандиозный ремонт и сейчас мы увидим что там произошло пойдемте вот здесь вот такой забор стоит он же является и воротами это тоже что-то на что-то наступила здесь вот такая вот грядочка розы стоят наверное и в будущем сюда посадят посмотрите здесь у нас мусорные баки мусорные баки в английских домах стоят обычно возле дома и в определенные дни эти баки вывозят на улицу то есть мусорная машина потом проезжает по основной дороге и собирает все весь мусор из мусорных баков черный бак это для мусора всего подряд а зеленый для переработки возле дома появилась пристройка потом мы посмотрим что там хранится она явно не для автомобилей это не гараж может быть это гараж для мотоциклов или велосипедов но мы посмотрим попозже так вы видите что еще остались палеты от ремонта но уже все выглядит симпатично а во время ремонта тут было вот так лежат груды старой черепицы строительный мусор везде пластик в туалет возле дома так как в доме был капитальный ремонт все заменили новая проводка новое отопление видите это теплый пол вот в углу такие пластиковые белые трубы они проходят через весь дом чтобы отапливать каждый этаж а здесь три этажа между прочим естественно заменили проводку сделали новую лестницу достроили третий этаж когда-нибудь здесь будет кухня с выходом сад мне уже нравятся панорамные окна я представляю как здесь все будет красиво подсобные помещения с чуланом находится возле кухни в новой пристройки обратите внимание как выглядел фасад дома сколько земли привезли и как выглядел внутренний дворик поменяли дверь она была желтая сейчас она вот такого белого кремового цвета с витражами когда будет светить солнце там будут красивые блики внутри улыбнитесь вас снимает скрытая камера звонок с камерой о привет вот смотрите кто здесь живет какой хорошенький песик здравствуйте меня зовут и на если кто-то помнит по прошлому видео которое было снято достаточно давно на моей сколько уже прошло на полтора года наверное может чуть подольше по просьбе марины мы решили снять вторую часть что принципе имеет смысл вторую часть что произошло после ремонта в первой части мы снимали дом до ремонта в доме как вы помните было сто двадцать квадратных метров ремонт занял ну да достаточно длительная достаточно длительный промежуток времени на 1 то имели свои причины потому что мы попали как раз в бум когда очень много домов покупалось очень много всего строилось и пришлось очень долго ждать архитектора потом очень долго делался план потому что если вы хотите увеличить площадь дома то вам надо делать дизайн с архитектором потом этот план должен должен получить разрешение и только потом уже строителей только уже имея на руках план вы можете даже начинать искать строителей до того как если у вас плана нет даже строители с вами разговаривать не будут и нам пришлось ждать наших строителей около 8 наверное месяцев а по поводу строителей ну наверное не знаю в нашем случае сколько ремонтов мы пережили с мужем мы никогда не расстаемся с ними в очень хорошие отношениях всегда какие-то конфликтные ситуации в этом проекте конфликтные ситуации тоже были поэтому если да если кому-то потом дальнейшее будет интересно почему и как я наверно подробно расскажу сейчас наверное уже тоже не буду ну давайте пройдем и посмотрим это прихожая прихожая достаточно маленькая к сожалению потому что очень бы хотелось большую прихожую чтобы все могло везде вместиться но что имеем то имеем чуть-чуть проще из-за того что у нас два входа в дом это как бы главный вход есть еще черный вход в который я захожу с собакой поэтому какая-то там грязная обувь все собачьи причиндалы и мои грязные вещи если на улице дождь и всякое такое все находится там она еще не очень оборудована но я вам покажу и жизнь немножко проще конечно если у вас в англии собака потому что в англии наверно около 7 месяцев дождь и собака грязнючая и их приходится мыть сушить и всякие собачьи радости так это прихожая на коробке не обращайте внимание они все еще несмотря на то что мы уже наверное в этом доме живом не совсем 8 все равно еще очень много коробок еще не все полностью расставлено поэтому небес это коридор самое главное что мне как бы понравилось но я имею не то что понравилось на то что удобно нашем коридоре я считаю мы смогли сделать шкаф вот эта вся стена полностью это шкаф можете посмотреть он достаточно глубокий очень вместительный могу показать чтобы иметь такое представление может кому-то понадобится кто захочет делать что-то подобное раньше здесь находился вход вот здесь вот был вход в комнату и и полностью заложили по поводу интересно не интересно это туалет в английских домах на первом этаже стараются всегда делать туалет но это очень удобно чтобы если к вам приходили гости чтобы они не шли не ходили по вашим спальням потому что наверху очень мало места как здесь свет включается автоматически и вторая комната это на английском называется utility room там где находятся стиральные машинки сушилки стиральные машинки бытовая те бытовая такое за для уборки потому что одна машинка у нас для собачьи для для собачьих вещей вот это собачья вот это для для людей а это сушилка так это кухня вот это кухня была достроена то есть изначально когда было сделано это сделано видео кухни не было вообще полностью кухня это достройка это когда это отдельная достройка к дому то есть дом заканчивался на этом то есть она была последняя вот этот кухня это все достройка по метражу она по-моему девять с половиной на пять с половиной или на шесть наверно на 6 фактически наверно около 50-50 си чем-то метров вся кухня квадратно да нам хватает что с этим светом я не помню как так получилось что вот это рано это стекло по-моему мы хотели вставить его там где собачье место что там посветлее было но то ли туда не влазил это что-то такое и мы подумали что будем использовать его здесь довольно кухни хотя в прошлом моем доме была наверно точно такая же кухня только другого цвета в этот раз мы решили посветлее взять цвет кухня довольно качество я довольно это тоже не знаю наверно уже не новинка как он называется на русском языке который всасывает плохой воздух вытяжка это вытяжка хорошо работает если кому-то опять же интересно потом подробно могу написать рассказать фильтр внутри дотошно снимает все сосет хорошо горячая вода вот в нашем прошлом доме тоже такого было очень удобно если кто-то собирается делать то есть там внизу стоит термос идет очистка воды и горячая вода сразу сразу можно чай налить очень удобно две духовки духовку с микроволновкой шкафы достаточно вместительные большие шкафы тоже очень удобно все закрыто скрыто из глаз и такое маленькое место если кто-то хочет уединиться мы думали поставить будь по на опять же я уже не помню как-то на русском языке марина подсказывает буржуйку до пушеку она наверное уже не буржуйка это по-другому наверно как-то называется но я не знаю даже если честно на русском языке то что тут под дровами ну нет сюда планировалось как раз очень большая пока мы так и не уверен то есть так все проведено все сделано для нее ну не знаю будем мы есть пользователями опция это еще у нас открыто мы уже зимовали в этом доме то есть буржуйка в принципе была рассчитана на то что а вдруг потому что этот дом отапливается за счет геотермальное отопление мы довольны несмотря на то что вот сейчас она включена она вообще не слышно что многие спрашивали не будет ли это слишком громким вот она сейчас работает я не слышу ты слышишь марина она достаточно тихая отапливает весь дом и вода у нас горячая тоже вопросы были сможет ли она подогреть температуру воды до очень теплая то что я люблю очень горячий душ да вода на самом деле очень горячая потом дам марине попробовать помыть руки помыть мы мы остались довольны и наверху у нас потом со второго этажа можем посмотреть у нас соло панели солнечные батареи потому что для геотермального отопления вы используя надо использовать электричество то есть дом завязан полностью как бы на электричестве и соло панели немножко но в этом помогают с этим агрегата можно хорошо сэкономить на счетах и почитать про него можете в статье на которой я дам ссылку в описании к этому видео пол теплый да всем во всем доме то есть батареи нету все во всем доме теплый пол на во всех нас на всех трех этажах в растение мы высадили осталось только деревья еще прикупить высадить а там наш нет зал вот здесь когда-то был туалет помните если смотрели прошлое видео я показывал а сейчас здесь стоит гриль собаки очень нравится валяться на травке я сейчас тоже к нему поднимусь туда на травку если честно то я понимаю почему ему здесь нравится травка мягкая и когда здесь солнечные дни наверняка хорошо загорать отсюда кстати хорошо виден дом и пристройка пристройка мне напомнила домик карлсона который живет на крыше посмотрите как выглядит сразу правда вспоминается герой детской сказки а это помещение которое и на назвала залом это спортзал конечно у ины мальчики и муж они все занимаются здесь спортом да и на по-моему сама тоже иногда занимается бассейна тут нету и сауны тоже а я буду сауну добавила как раз там есть место куда ее можно поставить сейчас такие производят небольшие сауны в этот угол как раз он там идеально вписалась бы в этом же строении находится небольшой сарайчик очень удобно сюда можно сложить все садовые принадлежности включая газонокосилку так я вам показал это деревянное строение а сейчас мы возвращаемся обратно в дом и и на нам покажет что находится в том помещении о котором я сказала что там может быть гараж для велосипеда помните в самом начале видео сейчас узнаем эта часть тоже была достройкой в нее входит с той стороны гараж а здесь вот эта комната где бы черный вход сейчас тут конечно еще не пока все это свалили здесь развалили собачья клетка да здесь я собаку вытираю потому что душ у меня с той стороны дома собачий душ и также есть комната сейчас я покажу так собака где находится котел вот здесь это для воды для горячей воды и тут же вот так в этой комнате очень тепло здесь же у меня сушка одежды это меня занимается муж себе прикупил такое да и естественно все все электрические и так я понимаю для для отопления батарея честно не могу сказать это все такое мужское извините меня не очень об этом разбираюсь может если мужчины есть в чате помогут так что вот специально такая комнатка для 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 всего женщина да пойдемте так вот эта комната она в доме единственная которая без окна поэтому мы решили из нее сделать тивиру на русский переводить не буду я думаю все поймут кинозал кинозал да эта комната она так как развертые двери она может ее можно полностью закрыть с той стороны тоже здесь у меня дети проводят очень большую часть времени цвет он не белый ответ наверное один из оттенков он наверно серо-серо-серо-коричневый такая смесь но достаточно светлой может быть если у меня не было детей может быть я что-нибудь выбирала бы наверно поярче по узористее ярче но так как дети решили начать с этого посмотрим дальше будет попроще потому что приходится перекрашивать придется перекрашивать достаточно часто я не очень доверяю детям и хорошим обоим вместе это хотелось бы наверно хотелось бы что-то более интересного ну как есть все это придумывали сами не пугайтесь пожалуйста это добрый герой из фильма спилберга инопланетянин сам фильм вышел в 80-е годы и большинство детей которые росли в то время любят и тишку и вот так кстати называю тоже очень люблю и видимо и не ну что же любит не зря он поставил эту игрушку в свой кабинет ну пока как есть пока муж забрал комнату себе а это это дэна папа отец моего мужа вы видите еще даже штор не повесили я все еще надеюсь найти свои старые шторы которые в коробке в гараже где-то валяются мы все еще не разобрали наши вещи да мы здесь не закончили если кому то конечно это интересно все это под лестницей все это строилось плотниками ну сейчас любые плотники наверно этим занимаются то есть максимально пытаясь пытаемся сторичь стоит увеличить сторичь стоит пойдемте наверх места хранения да потому что дом все равно небольшой это спальня опять же тоже не до конца еще доделанная но как есть это собачий диван кого-то не ну не удивляла почему он в серых каких-то этих да здесь него наблюдательный пункт как раз ему интересно смотреть за всеми что происходит вот именно поэтому нам нужно еще отдельная стиральная машина потому что у него в доме везде есть какие-то собачьи места вот видите он уже заинтересовался ждет моих мальчишек со школы он знает время что дети идут со школы значит наши скоро придутся школы так комната небольшая но в принципе по моему хватает места ну заходи ванна ванная комната где много света это прекрасно и смотрите как здорово смотрится горшок с цветком она небольшая но мы вместились действительно небольшое помещение но при этом вместилось все даже есть и отдельно душевая кабина и ванна тут получился большой очень шкаф но он не доделан если кому-то очень глубокие но надо опять плотников вызывать чтоб они делали полки но половина шкафа получилось в связи с тем что там лестница вот этого часть мы не можем использовать но так еще две спальни это спальня моего старшего видны батареи они да они будут еще пока ведь не очень красиво их еще заделают немножко но да вот вид этих батарей солнечных сразу видно что живет мальчик компьютера и пианино и это комната младшего сына на ночь пока не использует поэтому пока мы используем так я как склад вещей зато отсюда хорошо видно что происходит на соседних улицах и у соседей во дворе и 3 этаж на 3 этот 3 этаж мы еще вообще не используем там у нас вся свалка всех вещей мы не можем пока не хватает нас времени этим заняться но 3 этаж будет детская детская игровая ну так как дети в принципе меня достаточно большие идея сделать ее просто чтобы дети могли приводить друзей отдельно то есть старший мог уединиться со старшими детьми здесь там например младше с младшими внизу потому что они в принципе друг другу мешают если если вместе как бы очень много детей да здесь будут всякие компьютерные приставки стол хоккей компьютеры и да может это музыкальные инструменты в дальнейшем то есть она такая будет игровая музыкальная что-то наподобие но пока да пока видите пока это свалка но этот этаж он полностью достраивался третьего этажа здесь не было ну мне нам достаточно мне кажется ну теперь вы знаете на какой крыше в англии искать карлсона который живет на крыше у него даже есть свой санузел повезло карлсону мы посмотрели все три этажа и наша экскурсия подошла к концу и на я хочу тебя поблагодарить за прекрасную экскурсию спасибо что ты нам показала весь дом я считаю что это очень прекрасный ремонт мне он очень понравился и я хочу пожелать тебе и твоей семье счастья в этом доме спасибо ну я надеюсь что кому ну что вам будет интересно если какие то вопросы наверное есть на самом деле как бы то я рада ответить каждому спасибо подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и до скорых встреч с вами была я марина ингрид пока 92 покупают помните